Свежая домашняя паста никогда не сравнится с магазинной, даже самой крутой по качеству. Она вкусна сама по себе, с небольшим количеством масла и твердого сыра. В этом видео базовый рецепт теста, важные тонкости и сам процесс. Если вы еще никогда не готовили ее самостоятельно, самое время попробовать. Я могла бы показать красивый процесс ручного замешивания теста, как в разных передачах и фильмах, но честно признаюсь, не люблю, когда тесто налипает на пальцы и долгое ручное замешивание. Я за то, чтобы приготовление еды было более простым и чистым, а поэтому покажу тот способ, который считаю максимально удобным. Тесто, приготовленное по этому рецепту, подойдет для приготовления пасты любой формы, от лапши для супа до лазаньи. А еще в видео я расскажу о том, какую муку лучше использовать, а также как можно разнообразить этот рецепт. Если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь вкусная. Список ингредиентов очень короткий и сейчас вы видите его на экране. Если у вас есть возможность, используйте муку из твердых сортов пшеницы. Я использую именно ее 50 на 50 мелкого помола и симолину. Паста с такой мукой никогда не разваривается. Кроме того, можно использовать цельнозерновую муку, а если муки из твердых сортов нет, используйте обычную белую муку высшего сорта. Вот для визуального сравнения мука из твердых сортов разного помола. Для ленивого замеса я использую простой комбайн с ножами. Или же привлеките мужчину, замешивать тесто у них получается очень круто. В чашу комбайна всыпьте муку и вбейте яйца. Если хотите, можете добавить щепотку соли, но я готовлю без. Закройте комбайн и включите его. Сперва тесто пойдет комками, а когда оно соберется в шар, работа комбайна окончена. Посмотрите, какой красивый комочек получился, но тесто еще не готово. Сразу после замешивания тесто грубое, комковатое и рыхлое. Из такого теста готовить пасту еще нельзя, клейковина в нем не развито. Оно будет рваться, если вы попробуете его тонко выкатывать. Чтобы клейковину развить, нужно либо долго его вымешивать, либо пойти ленивым путем, как это делаю я. Просто заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 1,5-2 часа при комнатной температуре. Белки муки набухнут, и пойдет пассивный процесс развития клейковины. Раскатывать пасту можно обычной скалкой. Я раньше именно так и делала, но недавно у меня появилась такая вот машинка, и теперь я пользуюсь ею. Итак, тесто отлежалось, и оно уже на ощупь стало мягче, чем сразу после смешивания. Посмотрите, оно стало мягче и эластичное, но все же еще надрывается. Теперь я мешу его вручную в течение минут 5, пока оно не станет более гладким. Делю тесто на небольшие куски, с которыми будет удобно работать. Пока вы работаете с одной частью теста, остальные заверните в пленку, иначе тесто будет подсыхать. Итак, приступаем к раскатке. Если вы замешивали тесто полностью вручную долго, то вы можете сразу приступать к раскатыванию до нужной толщины. Так как у меня метод сила экономный, то на этом этапе, неважно вручную или при помощи машинки, сперва нужно прокатать тесто несколько раз до толщины примерно 2-3 мм. Раскатали пласт, сложили, опять раскатали. Таким образом, следует раскатать тесто 3-4 раза. После первой раскатки можно заметить, что оно еще немного рыхлое, но после таких вот манипуляций становится абсолютно гладким. Теперь можно выкатывать его до нужной толщины, постепенно уменьшая толщину пласта. Итоговая толщина теста может быть разной в зависимости от того, какие виды пасты вы будете готовить. Для моих любимых широких тольятелей я обычно останавливаюсь на отметке 2-3 на машинке и редко использую самую тонкую раскатку. Если тесто достаточно замешано, оно не будет липнуть и муку в процессе раскатывания подсыпать не нужно. Для муки из высшего сорта обычной скорее всего подпыл потребуется, но ориентируйтесь по ситуации. Не нужно забивать мукой тесто излишне. Теперь раскатанные пласты теста нужно подпылить мукой и уложить один на один. На моей пастомашинке нет насадки для нарезки, поэтому я нарезаю пасту вручную ножом. Уложенные пласты теста сверните рулетом и нарежьте на полоски такой ширины, какие вам нравятся. Или же сформируйте пасту так, как захочется. Этот рецепт теста подойдет для любой формы. Свежую пасту лучше хранить в холодильнике и употребить в течение двух-трех дней. Варится она очень быстро, буквально 1-2 минуты с момента закипания. Также вы можете высушить свою домашнюю пасту и хранить так, как любую другую. Будет лучше, если при этом это будет контейнер с доступом воздуха или проветриваемая ткань, чтобы на случай, если паста не успела высохнуть полностью, она не заплесневела. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, а также оставляйте комментарии, если тема вам интересна. Как насчет приготовить пасту разных форм? Пишите, что думаете. Меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь вкусная. Подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик.